Пример мужества и храбрости. В преддверии 31-й годовщины вывода войск из Афганистана в третьей школе прошел урок мужества. Его участниками стали воины-интернационалисты, те, кто смог пройти долгий выматывающий путь, известный как Афганская война. О солдатских историях расскажет Дарья Бугаева. К событиям, которые навсегда останутся в памяти многих россиян, без сомнений, относится война в Афганистане. Оказание военной помощи во внутреннем конфликте далекой и неизвестной страны стоило жизни 15 тысяч советских солдат. Еще живы те, кто воевал. Трагические воспоминания о боях свежи в их памяти. Интернациональный долг оплачен жизнями их друзей. Мы были тогда молодыми, мы защищали свою родину, выполняли, как говорится, интернациональный долг и выполнили с честью. Большинство ветеранов события тех страшных дней не любят вспоминать. Между тем, Афганистан стал частью нашей истории, горьким уроком, который нельзя забыть. Наши ветераны, афганцы, к сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Мы должны встречаться, мы должны об этом говорить, мы должны рассказывать нашу историю, как это было все на самом деле. Это необходимо, мы над этим работаем и мы будем продолжать эту работу. В рамках патриотического воспитания молодежи в школах проводят уроки мужества. Часто школьники самостоятельно находят информацию о героях, готовят тематические презентации. Десятиклассница Екатерина Ячанова, например, заинтересовалась судьбой уцелевших воинов-интернационалистов. Это память, потому что прошлое всегда оно как фундамент будущего, потому что без этого никак. Мы должны помнить, чтить и верить, что по возможности больше никогда такого не повторится. В 1985 году в СССР просто кипели патриотические страсти. Заявления на Афган шли во все союзные военкоматы. Одним из добровольцев был наш земляк Владимир Орел. 19-летний парень работал простым автослесарем. В октябре 1984 года младшего сержанта Орла направили парашютно-десантный полк. Через год, 17 апреля, советские военные шли через минное поле. Двоих ранило. Владимир Орел отнес их в безопасное место, оказал медицинскую помощь, но в ходе дальнейшего выполнения боевой задачи погиб, подорвавшись на мине. За мужество и отвагу был награжден Орденом Красной Звезды. Посмертно. Это лишь одна из многих историй, о которой сейчас рассказывают те, кому посчастливилось уцелеть. Сегодня, вспоминая погибших товарищей, ветераны-афганцы благодарят судьбу за мирное небо над головой. Дарья Бугаева, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова